Пятая глава Кагэла. Мы говорили некоторые вещи, но дело в том, что на самом деле… Пятая глава… А, я сейчас просто tool.dot поставлю. Я сейчас поставлю. Ты знаешь, говори что-то такое, я сейчас буквально через секунду поставлю, я возьму на tool.dot просто. А, там иврита нет. Блин. Ну, сейчас, секунду. Значит, как это ни странно. Вот давайте я… Пятая глава, о которой мы говорили, она… Я вначале сказал некоторую простую вещь, что так как предыдущая глава кончается словами «Будь осторожен, когда идешь в Дом Божий». Все видят, правильно? Русский текст все видят. Да-да, только покрупнее надо сделать. Да-да-да, сейчас я сделаю, нет проблем. Слиха, 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 слиха. Ну, так, по-видимому, нормально, да? Да? Да-да. Окей, ну, Саваба, все. Вот пятая глава. Пятая глава, значит, четвертая глава кончается словами. Я сказал, что у нас происходит некоторое… этот самый… тот, кто разбивал на главы странным образом. И понятно, что семнадцатый стих четвертой главы – это первый стих пятый главы на самом деле должен быть. Будь осторожен, когда идешь в Дом Божий. И приблизи… вот тут проблема, как надо читать этот стих, конечно же, потому что тут два чтения. На первый взгляд, по простому тексту приблизи туда, где слушают, а не к хлопцам, вкушающим жертвенное мясо, ибо там тебя не научат злу. То есть придись туда, где слушают, то есть приди к мудрецам. Фокус вот в чем. Здесь есть очень неудобный оборот для понимания, а именно коров лишь шмо. Тут некоторые места в Кагелете вызывают тяжелые проблемы с пониманием слов, именно смысла соединения слов. Если бы у нас не было дублета к этому обороту, я бы в жизни не догадался, как это может быть правильно переводить. Дело в том, что Шмуэль, когда обращается к царю Шауле с упрёгами в истории с Агагом, говорит ему следующее. И сказал Шмуэль, хочет ли Хашем жертвоприношение по сравнению с тем, как слушается голоса Божьего. Вот послушание или слушание слова Божьего. Слушаться лучше, чем тук баран, то есть жертв. По этому поводу Шмуэль, вот здесь коров весь Шмуэ, что может быть смысл здесь так, что берегись, когда идешь в храм, ибо послушание лучше, чем жертвы глупцов, которые не умеют ничего, кроме как делать зло. И далее первая глава тогда, первый стих пятой главы воспринимается как продолжение этой мысли, и оно правильно. Дело в том, что пятая глава снова Бог начинает появляться уже вот сходу с последним стихом раз, два, три, четыре, пять раз подряд идет. Поэтому как бы речь идет о религиозной жизни. Но! И как бы призыв, не давая устантовым вводить тело в голову, не давать обеты, но не исключено, что пятая глава является в некотором смысле переломным. И вот о чем пойдет речь. Может быть, вообще Кагэл идет совершенно не в ту сторону, в которую на поверхности лежит, и, может быть, наоборот, речь идет о некоторой глубине. Дело в том, что один перелом в книге Кагэл это мы видим. Это третья глава. Та самая, которая песня Фринга. Дело в том, что первые две главы, они как бы человек против вселенной и вечности. И это источник отчаяния. Первые две главы книги Кагэл. То, что ничего после меня не останется и что все мои труды бессмысленны, это источник отчаяния первых двух глав. Но третья глава, которая открывается, ну, вот этой великой песни времен, Ширгей Тим, которая, еще раз, положено написать, когда вы пишете Фринга, писать именно как песня, вот эти строки, она, там вывод, там два вывода. Я в прошлый раз, когда говорил об этой главе, говорил о том, что мир зыбан, что нет абсолютного идеала, один из смыслов, что есть время войны и время мира. Невозможно стремиться только к миру, потому что может наступить время войны. То есть как бы паципизм, как генеральная линия, он бессмысленен, потому что наступить время мира и паципистам придется плохо. Точно так же, как непрерывная готовность к войне и попытка все занимать силой, она точно так же, как генеральная линия, это плохо, ровно потому что наступить время мира, где надо будет уметь договариваться, а не воевать. И это тоже плохо. Но дело в том, что третья глава имеет очень оптимистический финал, и именно третья глава кончается идеей о том, что труды, собственно труды, это награда, удовольствие от труда. И вот здесь третья глава, утешение третьей главы в том, что все прекрасно вовремя. Или, можно сказать по-другому, лови момент. Если ты делаешь вовремя, ты будешь удовлетворен. И это вот это очень, это вот это разрывание отчаяния первых полков. Тогда давайте сюда прибежим, к нашей пятой главе. Может, мы поняли первые пять стихов пятой главы, шесть стихов. Не торопись устами, не спеши сердцем судить о Боге. Еще раз, вот правильное понимание, да, в оригинале стоит сердцем, а сердце – это разум. Поэтому не торопись устами и головой, и не спеши мозгами своими судить о Боге, ибо Бог на небесах, а ты на земле. Вот я прошу просто каждый раз, когда вы видите сердце в библейском тексте, не спеши сердцем судить о Боге, а не спеши мозгами судить о Боге. Ибо, как сказал Рамбов, человек, который не понимает ограниченности своего разума, скотине подобен. По-моему, очень парадоксальное осуждение, но красиво. Скотина, не понимающая ограниченности своего разума, считающая ее разум неограниченной. Значит, не спеши мозгами судить о Боге, ибо Бог на небесах, а ты на земле, а потому твои речи должны быть короткие, ибо многозначительные сны о речи дурака переполнены славами. Когда даешь обет Богу, не задерживая исполнение, исполни обещание, ибо он неблаговолит Богца, лучше не обещать, чем обещать Богу, не давая устам свои вводить в грех тело, чтобы не объяснять ангелу, что ошибка вышла. Зачем наводить словами, где в Божьем исполненном секрет делам стоит, много снов и много хавалин, миражей, и много речей, ты же Бога почитай. Причиняй Бога, побойся. Ты же Бога побойся. Но не исключено, что это не о религиозной жизни, а чуть-чуть о друге. Вот Бог на земле, вот это начало фразы, первый стих главы, ибо Бог на небесах, а ты на земле, я не исключаю, что речь идет о планах человека. Вот попробуйте понять это не в религиозном смысле, а в житействе. А именно, не спеши рассказывать о своих великих планах на будущее. Ибо твои планы, вот теперь, ибо приходит сон многозначительных бров и ньян, 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 многозначительных. А дурак, переполнен, говорит слишком много. Вот известная поговорка по поводу, если хочешь расслешить Бога, расскажи ему о своих планах. Это вот это. Тогда обед в третьем стихе, когда даешь обед Богу, поспеши его исполнить, то когда не строй больших планов, по крайней мере, на будущее, план, он текущий себе. Он может быть как угодно большой, он может быть грандиозный, это может быть план по перестройству мира, но это должен быть текущий план, его надо лучше исполнять. Он должен быть исполнен, вы вроде бы занимаетесь другом, но вы исполняете какой-то большой план. Потому что, когда вы рассказываете о планах, которые завтра, то Бог не любит дурак, лучше не обещать четвертую стихуру, чем обещать и не исполнить. Или «Миша Тидор Блотэшленэн». Не исключено, что это вообще не факт. Чем ты дашь обед, а он не будет завершен. Не давай, стам своей, вводить в грех плоть твою, чтобы потом не говорить ангелу, что это ошибка вышла. Вот появление здесь ангела, опять, насколько хорош Махараль. Вот ангел здесь, это не Махараль, извините, это Рамбель. Ангел здесь в том числе. Это не тело и не сущность, а это действие Бога. Зачем потом говорить обстоятельством? Вот, принимание, что Малах. Почитайте шестая глава второй части Муренову. Ангел. Если мы не говорим о ангеле, который в пророке, об образе ангела, а ангел как сущность, когда мы говорим о связи ангела с Богом, то это действие. Не говори обстоятельством, что ошибка вышла. Зачем тебе наводить словами гнев Божий? Это не гнев ягцов, это не гнев, а неудовольствие. Настоящий гнев – это хоронав. Это чуть-чуть другой оборот. А здесь ягцов, зачем раздражение? Вызывать раздражение у Бога. Слово «кацав» – это пена в эврите современном, и оно точно это в данном случае. Зачем тебе приводить в раздражение Бога за то, что ты сказал, и наносить вред делам своим. «Ибо много холомот» – это не только сны, это еще и мечты. Много мечтов и много хавалин. Мы говорили, что слово «хавалин» имеет много разных значений, много ерунды. Давайте грубо переведем. «И много рекей, а ты Бога обойся». Следующие два стиха. Стих восьмой, который переводчики вынуждены переводить, в отличие от счастливой эврите, я всегда говорил, что эвритеязычные люди намного счастливее, которые пишут эвритские тексты, потому что там, где они не понимают, они могут не понимать дальше, они просто как-то от фейс приводят цитату. Я до сих пор вспоминаю, как я обратился к автору книги с просьбой объяснить цитату, которую он приводит, но он ради второй части, но я первую часть не мог перевести. На что он сказал, что он сам ее не понимает. Он просто ее первую часть скопировал, потому что ему нужна была вторая, а он не понимает, что она написала. А мне как переводчику надо было… Я не мог это сделать, этот манер, который сделал с трудом. Значит, восьмой стих не понимает никто. Количество комментариев огромное, но те, которые точно, те, которые честные, современные университетские комментаторы, говорят, мы не понимаем. Мамар Сатун. Мы не понимаем, что здесь сказано. Это переводится обычно преимущество земли проявляет во всем. И, значит, дословно, преимущество земли во всем, она есть, и, гу, она, он, земля, царь для обрабатываемого поля. То ли царь порабощен полем. Непонятно, непонятно, что здесь это делает. Непонятен с него праза, поэтому я ее не буду ничего послужить. Я ее не понимаю. Но далее начинается некоторая вещь, действительно очень важная, и начинается разговор про экономику. И опять, вот учтем, что это книга Кагелла. И когда он говорит о чем-то, у всего есть подкладка, у всего есть второй смысл, и никогда не говорится просто так. Вначале идет очень любопытный урок экономики, начиная с 9 стиха. Возлюбивший деньги не насытится деньгами. Тот, кто любит... Бегамон, нет хорошего перевода. Слово не очень понятно. Я понимаю, что хамон это много. Тот, кто любит, чтобы было все очень много. Но вот хамон это толпа вообще-то. Хамон туда это толпа благодарности, если точно переводить. Тот, кто любит очень много. Вот опять, тот, кто... Значит, я видел совершенно феноменальный комментарий, который мне не нравится. Но тот, кто любит заниматься скотоводством, а не урожаем, это глупости. Я не уверен, что это правильный комментарий. То есть я уверен, что он, скорее всего, неправильный. Но смысл, опять, не все слова понятны, смысл понятен. Любящий деньги не насытится. Далее потрясающий урок у него. Чем больше накоплено благ, бы работа готова, рабоохлы. Чем больше благ, тем больше едоков. И какой же выгода хозяину, кроме того, что он видит. Я понимаю, что экономисты в это вцепляются, в это место. И говорят, что прав он сомнительный. Насколько прав Гэлот, когда утверждает, что чем больше хозяйства, тем больше едоков. И он не уверен, что с этого идет большой доход. И может быть, это будет против немеханизированных латифундий. Вы меня извините за то, что за стиль изложений. Но в смысле, если речь идет о том, что вы умножаете хозяйство, умножая число работников, то, в общем, смысла в этом экономическом особенном и нет. Кроме, вот здесь есть некоторое удовольствие, я гляжу, и это все мое. Маркиза Карабаса. Едешь, получаешь удовольствие. Все кричат, что все это мое. Хотя, в общем, да. Далее следует стих, который входит под поговорку «Сладок сон работника, много ли, мало ли он съел, а сытость богача не дает ему сына». Значит, я хочу заметить одну вещь, которую я не замечал, но мне подсказал Рафья Бенуна это замечание, что слово «Овед» вот в двух стихах восьмом и одиннадцатом, оно это единственное два их употребления этого корня на всю книгу «Эмель». Потому что до сих пор был «Эмель» основное слово или «Яга». «Эмель» мы говорили, что это не только заботы, но еще и страдания и спорта. А «Яга», «Ягаон» это тоже страдания и вообще как все гнездо «Югимон», оно такое гнездо неприятное. Поэтому, но здесь речь идет именно про «Овед», про работников. Тот, кто работает, получает «Овед» это тот, кто получает удовольствие от работы или дохода, от работы, а не от результата. Это как бы значит это важный некоторый момент. «Овед» это тот, кто получает зарплату по часам. Скажем, есть в «Кагалетраба» это мидраж книги «Кагалетраба» есть рассказ про то, как Раби вышел из бани и сел решать какие-то дела общины. А его слуга в это время наполнил бокал выяснил, что Раби не до бокала и он просто это самое, на что слуга его заметил, может, попьете, на что он привел вот этот сыр. При этом понимание такое «Богасова, а сытость богатому не дает спать». То есть тот, кто занят общиной не может поесть. Но на самом деле пытается сказать некоторое, экономическое пытается сказать следующее, что богатый человек столь занят хозяйством, что не получает удовольствие от жизни. вот бедный человек, он много поел, немного поел, но он сладко 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 сладко. это место, потому что в шестой главе об этом будет много говориться как раз именно об этом. Потому что будет говориться о том, что в перке авот в наставлениях отцов очень метко замечено, и это действительно блистательно с точки зрения психологии, «эйзэгуа шир», «кто богат, тот, кто доволен своей долей». Это вот этот стих, на самом деле это перефразировка вот этого стиха, сладкий сон работника, работника, вот не Амель, не трудяги, который, Амель это тот, кто заинтересовал в результате, а именно Овет, тот, кто, чья зарплата не зависит от результата, а зависит от часов, которые продают. Значит, дальше, это что было? Обратная сторона всего того же. То есть, человек занимается, называется, не завистье, не завидуете Илону Маску, он ночами не спит, пытаясь понять, что ему делать с его бизнесом. Причем, занят он именно бизнесом. Вопрос получает, счастье, как мы поняли, из третьей главы, это то, что он должен получать удовольствие от самой жизни, и это вывод, на самом деле, этой главы. есть другая болезнь, раахла, раахла, холера, давайте наоборот перейдем, вот вы видите, холера, дурная болезнь, холера, конечно, с членом цели дом, который я видел под солнцем. Богатство, которое накоплено хозяином уже на беду, и пропадет богатство по дурному случаю, или несчастному случаю, и родится сын, а у него ничего нет. Как вышел из чрева матери голов, так и вернется пойти. так и опять пойдет, дословно, я перевожу более дословно, как вышел из чрева матери нагим, вернется идти, каким пришел, и ничего с собой не возьмет из страданий, из трудов своих, когда уйдет. И это тоже раахола, и это беда, подобная болезнь. Вот раахола, наверное, все беда, подобная болезнь. Точно каким пришел, таким и уходит, что польза от всех трудов, которыми трудился на ветер. Вот здесь все труды пущены на ветер. Все дни ел во тьме, много печалился. Каас, я напоминаю, Каас, это не только гнев, но это опять труды. Болел и гневался. То есть опять результаты труда, ничего нет. Человек, вот это экономика, человек жил несчастливый, человек страдал, ничего с собой не возникло. Если речь идет об этом, то тогда это печаль и несчастье. Но как раз пятая глава, она глава оптимистическая, как ни странно. И вот, потому что подряд 17, 18, 19 стих это о счастье. И вот то, что я увидел благо, что благо это хорошо есть и хорошо пить, и увидеть благо от всех трудов, которыми ты трудился под солнцем, в дни жизни, которые в дни своей его жизни, своей жизни, которые дал ему Бог, ибо это его доля. И всякий человек, которому дал Бог богатство и имущество и возможность скушать от него и терпеть долю свою и радоваться трудам своим вот этим печальным печальным это и есть дар Божий. Ибо недолго славить ему дни жизни своей, а Бог радует его сердечным счастьем. Вот что сказано? Вся глава, она вся глава в экономической части, начиная с 8-го церкви, она в одну тему идет. Каган это не волнует экономика от слова вообще. То есть нет, его она волнует, он об этом говорит, он много об этом говорит, но его не волнует тема экономическая, а волнует его тема совершенно другого рода, тема человеку что с тобой. Ответ дар божий это понятно, что хорошо есть достаток, как называется. Достаток это дар божий, но еще наслаждение собственной трудности. Это брать внимание, вот что такое религия? Благодарность за то, что Бог дал радоваться. Кстати, здесь одна из самых важнейших слов в этой главе это это слово его доля. Это слово несколько раз старено и оно очень важно. Вот это то, что дано это нужно радоваться. А Бог отвечает или радует радует счастья. Счастье оно вернемся к третьей главе еще раз. ширгэйти песни песни времен. Если вовремя, если это и дало, если вовремя, то это хорошо и это источник оптимизма. Сама деятельность, в котором живем. Но при этом не только деятельность, но и успех. по этому поводу эта тема на самом деле, я не очень понимаю, почему шестая глава, она отделена от пят. В еврейском тексте здесь нет разрыва главы, разрыв главы идет после шестой главы, то, что называется, пятая и шестая в еврейском тексте объединена в единое целое, и это правильно объединение. Опять, на самом деле, ведь вот этот после перерыва, вот этого оптимистического перерыва, на три стиха оптимизма, который говорит, что именно радость худам есть дар Божий. Хочу заметить довольно важную вещь, что Манайл Киим, то, что Бог отвечает, подразумевает, что есть запрос на этот ответ. То есть человек при этом не ведет без Божную жизнь, я не веду слова грех, а жизнь без Бога. это ответ. Шестая глава. Есть беда, которую я увидел под солнцем, и она велика для человека. Человеку, которому даст Бог богатство и имущество и почет, и есть у него все, что пожелаешь. но не дал Бог возможности вкушать это, а чужой человек получит все это. холера, это гэвэль, чепуха, холера и дурная и злоподобная болезнь. если родить человек сто, наверное, сыновей, и много, и проживет сто лет, и насытятся благом все дни его жизни, а душа не насытятся благами, и вот здесь непонятно, гам муралу гайтало или наверное и могилы не удостоятся, думаю, что выкидешь счастливый его, ибо чепухой он пришел, во тьму уйдет, и тьма покроет имя его. Гам шемеш лора, и солнце не видел и не знал удовольствия от всего этого. И даже если проживет дважды тысячи лет, а счастья не видел, то все уходит в одно место. К тому же человек трудится для пропитания, а душа не наполняется. Значит, я хочу обращать внимание на то, что здесь очень полезно видеть. Во втором стихе человек, которому будет давать. Обратите внимание на будущее время. Будет давать. В пятой главе восемнадцатый стих гам гам коля дама шер на тан лох э лох фи о шер в на х с вот очень хочется поставить рядом друг с другом эти два стиха восемнадцатый стих пятой главы и второй стих шестой главы. Вот если их сопоставить и ври, то вы обнаружите следующее. Итак, вот дословно. Восемнадцатый стих всякий человек, которого дал ему Бог богатство и имущество и возможность есть от него это дар Божий. Обратите я обращаю внимание на глагол на время глаголя всякий человек, который Бог дал в прошедшем времени. Во втором стихе шестой главы человек, которому Бог дал богатство и имущество и почет. Вы логишли те человек, которому Бог даст в будущем времени? На самом деле разница очень простая. Это библейский ритм. Вот эта разница времен, она очень важна. дело в том, что в библейском евреите не столько прошедшее и будущее время, сколько совершенный и несовершенный вид. По этому поводу в 18 стихе дар Божий это Бог дал, уже дал отрубленным образом. получим. И это дар. Во втором стихе 6 главы человек, который Бог дает, но не дает власти насытиться этим. вот это и есть некоторая фундаментальная разница. когда я говорил про то, что высказание «Перке Абот» «Эйзу Гу Ашир» «Кто богат, тот, кто доволен своим наделом», то это вот здесь. Это такой итог книги Кагалет в этой части. Поэтому по поводу то, что воспринимается как некоторое упрек жадности и желание получить как можно больше, на самом деле оно не просто упрек жадности, оно очень важный идея о том, что человек довольный своей долей, это на самом деле это не призыв к бедности, это призыв именно тот самый достаток, о котором мне нравится это слово. Тогда если человек недоволен своим достатком и всегда желает большего, чем достаток во всех сферах, то тогда это дурная болезнь. Ибо он пришел бесплотным дымом и во тьму уйдет и тьмой его и покроет. Он солнца не видел и не знал удовольствия лезе у мизе от этого и от этого. Ни от трудов, ни от результатов. Если прожил дважды тысячу лет и не видел блага, то ведь все уйдет в одно место. И далее следует действительно вот эта чудесная вещь, что человек трудится для пропитания, а душа этим не наполняется. И вот здесь опять идет восьмой стих, который опять точно так же возникает вопрос. В чем преимущество мудреца против дурака? Умалы они юдаэла халох нагады ханит. И в чем обычно переводится что-нибудь в стиле и в чем преимущество бедного, который умеет идти против жизни? Непонятная фраза еще раз. Идти против жизни это на самом деле идти мимо жизни, там я могу привести обоснование этому совершенно не важно. человек идет мимо жизни. Лучше видимое глаза, чем стремление души, то есть самое не насыщает. Лучше реальность, чем чем зазда получить то, не получить. И далее идет опять вот эти мрачные вещи, что было маше гаяк варник расшмо. То, что было уже названо по им. И известно или не зря человек назван Адам и не может он спорить с тем, что седьмой его. Ибо есть много вещей, которые умножают вот думаешь, что разговор. И много суетного наговорено о преимуществе человека. Кто знает, что хорошо для человека в дни его суетной жизни, которая проходит когтей, и кто скажет человеком, что будет за ним под солнцем. Обратите внимание, что здесь уже под солнцем уже ясно, что речь идет в мире. Десятый стих вы видите, первый стих не торопись устами и сердца и головой, потому что Бог на небесах, а ты на земле. и не зря человек назван Адам. Шутка состоит в том, что Адам, это слово Адама, которое здесь появилось, человек, созданный из земли, дальше будет несколько раз повторено, только будет сказано слово прах, повторяя прах земли. здесь человек назван Адам, потому что он находится на земле и не сможет он судьборить с тем, что сильнее него. Вот здесь разумеется есть куча комментаторов, которые говорят по поводу того, что такое сильнее него. Миша таких не мэн. Таких в смысле имеется в виду Бог или некоторые обстоятельства, которые сильнее него. Вот я подозреваю, что в данном случае речь идет именно об обстоятельствах. и вот это то, что уже названо по имени Вануда Ашаргу Адам и известно или дано знать, что это Адам, что это человек и не может он судиться всем, что сильнее него. Но Адам здесь это не просто человек, вот это вещь, которая уже непереводимая игра слов что называется. Имеется в виду, что человек на земле, а обстоятельства не ссылаются свыше. И кто знает, что является благом для жизни. Хаи хэбло это действительно замечательно дни его суетной жизни, в данном случае я слово суета хочу привести суть, который превращается в тень. Тень во всех смыслах, в двух смыслах. Два комментария к слову тень здесь, либо имеется в виду тень, именно бесплодная тень, жизнь как бесплодная тень. Это хороший образ, хотя затерт. за три тысячи лет. Неудивительно, либо имеется в виду удлиняющаяся тень к концу жизни. Это тоже вариант, который возможно в данном случае. И кто скажет, что было человеку благом? замечу, личное благо человека описано в конце предыдущей главы. Это радость труда. Что забыло настоящим благо, человек неудивительно, неудивительно. Несколько мрачно, что, наверное, нормально пока, потому потому, что дальше последует уже разговор о чувствах и эмоциях, о имуществе и о жизни. мы как бы эту тему не закрыли, а временно приостановили, потому, что эта тема будет возвращена опять, ибо одна из главных тем, зачем нужна деятельность человека, какой смысл деятельности человека. Про эту деятельность на некоторое время тема прикрыта, потому, что дальше седьмая глава, я не понимаю, почему американцы не обсуждают ее темно и нощно, потому, что у них некоторая зацикленность на тему эмоциональной жизни человека и появление термина эмоциональная IQ, это их достижение, их психологии, но как раз седьмая глава перейдет к чувствам от имущества. Вот этот переход, кстати, надо видеть о том, чтобы перешли в другую плоскость обсуждения человека, потому, что до этого обсуждалась материальная жизнь и как бы пришли пока к выводу, что радость трудов по сравнению с итогами, так как итоги подвести человека в состояние, вот это уже важная мысль людей , как человек в состоянии подвести итоги, ибо он не знает, каковы будут итоги, это только Бог знает, то по этому поводу текущий момент, это то, что Бог дает матат, дар, дает человеку. На этом я хочу сегодняшнюю тему закрыть, если у кого-то что-то есть сказать или спросить, я здесь пока. Господа и дамы, самое время задать вопросы, если таковые имеются. Слушайте, как замечательно я сижу, у меня нинк в голове, по-моему. Давайте я задам, раз никто не хочет. Подожди, еще может кто-то хочет, ну ладно, окей, да, Эмиль, мы вас слушаем. Эмиль, единственное вопрошающее, я кажется, испугал. Сейчас время, время задавать вопросы и время отвечать на вопросы. Это то, что написано в книге Королев. Эмиль, дорогой, я не хотел вас обидеть, пожалуйста. не знаю, что это такое. Эмиль, посчитал, что я на него наехал. Тов, ну, хорошо. Мы, ребята, грубые. Ну, да, бывает, что теперь сделать, да? Меня слышно сейчас? Да, сейчас, да. Слышно или нет? Слышно, да, слышно, да. У вас называется Коль Дмама Дака. Голос тонкий, тишинный. Не слышно. Предварительный, как сказано. Ну, как, меня не слышно сейчас? Сейчас слышно, но как только переходим к вопросу, окей. Ну, хорошо. Я объясню, я еду по территории. Не, так не получится. Не, 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 эмиль, так ничего не слышно. Только в чате написать. Только в чате написать. Так не слышно. Ну, в следующий раз. Окей, в следующий раз. В следующий раз я задам вопрос. Нет проблем. Все молчат, у меня короткий вопрос. Если сказать в одну короткую фразу. Да. Книга Каэлит. Это Сефер. Дикаон. Это Депрессуха. Ну, так, мы сейчас в коротком узком кругу, правильно? Нет, для меня она была, как это ни странно, в светлую печаль. Вот ты упомянул вот этот рассказ о явлении Бога пророка Ильяго, где сказано о забуре голос, мне больше нравится острой тишины переводить. Кольд Мамадака. Кольд Мамадака. Да, голос острой тишины. Да. Вот это светлая печаль. Посмотри, пожалуйста, если хочешь, в конце книги, в двенадцатой главе есть самое, наверное, интеллигентное описание, самое деликатное описание смерти, которую я видел. Оно, обратите внимание, на деликатность описания. А там описана смерть. Вообще, двенадцатая глава описывает, человек идет в дом, идет к могиле. уже окончается. Ну, вот все, жизнь скончается. Вот деликатность этого описания, оно при этом не депрессивно. Эта книга не депрессивна. Более того, она на самом деле, по-моему, она оптимистичная, только это не оптимизм ржущего осла, а оптимизм... Почему осла? Мы бесседы, окей. Ослы не ржут, да. Я тоже часто смеюсь, бесседы, но они всегда осел, все-таки, окей. Это оптимизм светлой печали. Да. Я считаю, что это очень оптимистично. Ну, послушай, еще... Да. В чем же это очень оптимистично, когда все ограничивается просто, так сказать, умеренностью и разумным удовольствием и счастьем того, что дает даже не Всевышняя, а судьба, рок, и ты ему, так сказать, подчинен, ты ничего не можешь изменить, семято не можешь изменить, все, что от него идет, ты должен быть благоразумным и все, все кончается, так сказать, смертью и больше ничего, никакого смысла в этом всем нет, кроме этого. Вот все. То есть здесь, значит, не давать недр и, так сказать, не рассказывать о своих планах, это совсем не оптимизм, это просто разумно, чтобы ты не попал в просаг, чтобы ты не поставил в глупое положение, чтобы это тебе не принесло страданий. Только для этого это все делается, а не для чего-то, ничего возвышенного, ничего святого, никакого спасения, благоразумная жизнь, вот ты ничего не можешь понять и живи пока, как живется так, чтобы разумно, чтобы ты не страдал и получил удовольствие. Вот и все. Никаких идей возвышенных, ни спасения, ни клали Сраэль, ни спасения мира, ни будущей жизни, ничего такого нет. Понимаете? То есть это даже не скептическая книга, а совершенно пессимистическая книга, понимаете? Вы в каком-то смысле все. Вот живи, Бог дал, живи. Еще раз, комментарий Анри Нейра о книге Кагэлок, я как-то в последнее время его часто упоминаю. Это не потому, что я его только что читал, просто Анри Нейр. Андре Нейр, извините, он Андре. Андре Нейр по этому поводу говорит дело, что главный итог Кагэлок написан словами «Гакульнишма». Все услышано, все записано. Вот то, что я в прошлый раз рассказывал на другом, правда, уроке о Рамхале по поводу того, что человек – это книга, записанная свыше. Это, я не знаю, имел ли в виду Андре Нейр, вот этот комментарий Ицира Рамхаля может быть и имел в виду. Но то, что у нас проблема в том, что ты на земле, а Бог на ней. И это попытка, то, что вы читаете в книге Кагэлок. И это то, о чем на самом деле Мехараль говорит довольно много о взаимоотношении к Лалюфрату, общей частности. В конце концов, каждый человек живет один в каком-то смысле. Нет, он живет в обществе. Вспомните начало одинокий верующий человек Соловейчика. Я безумно одинок. Нет, не подумайте плохо, я цитирую Соловейчика. Не подумайте плохо, у меня есть ученики, семья, я живу в обществе, но я все равно одинок. Вот это одиночество экзистенциальное, если хотите. Оно является лейтмотивом куликовой. Речь идет именно про человека как экзистенциальную монаду. Вы меня извините, я сегодня, так как говорил про лейблицу, то ничего удивительного, что у меня появляется слово монада. лейблицу. И КГЛ посвящен с ног до головы именно этому вопросу. Я не уверен, что эту проблему решает социальная жизнь, не решит вам эту проблему, потому что все равно в конечном итоге вопросы экзистенциальные. Мое место в мире, обратите внимание. Мое это мое в данном случае. Если ты только для себя, то зачем? Но тем не менее, вот эта экзистенциальная сторона вопроса, она остается и на него нужно давать ответ. И эта книга, она на эту технику. Еще раз. Книга КГЛ книга религиозная, но при этом при разрыве, который существует между человеком и Богом, который он обсуждает. Это книга о человеке без пророчества. Это очень важно, потому что решение книги Йова, где разрешение ситуации возникает при пророчестве, через пророчество, он этот ответ не хочет, потому что мало народу достигает этого человека. Он хочет ответ для человека, который не стал пророком. Это совершенно разные вещи, потому что я, который стал пророком, это его ответ, а не мой ответ. Поэтому книгу КГЛ нужно понимать осторожно, нужно понимать осторожно. И он, ну вот, думать надо дальше. Окей. Хорошо, вера, вера, это вера в спасение. Что значит вера? А что верит человек? Эмиль, дорогой, смотрите, вот сейчас мы заходим в область, которая бесконечна. Это не вера в спасение, вера в Бог, который дал жизнь, который спасет человека, это из веры в спасение. Одинокий верующий человек, это человек, который выполняет заповеди, потому что он верит, что придет спасение. Не совсем. А вы читали одинокий верующий человек? Первых это не позиция одинокого верующего человека. Нет, он говорит, что он не может это объяснить, он не знает, как это будет и что это будет, какое значение имеет культурный человек, да? Человек как дула, то, что он называет. Эмиль, дорогой, мы сейчас не можем обшать Соловейчиков. Короткий вопрос, короткий ответ. Не вер, что такое первого Бога, это невозможно. Прочите, кроме Монаха Будея, Габада, прочтите еще Кольду Ди Ду Фе. У меня есть вторая книжка, которая очень важная, в Яхпаре надо читать. Я считаю, что это… Прочтите, она есть на русском языке, она есть, наверное, в интернете, возможно. Ты Маханаем переводил, на Маханаемском сайте есть. Ладно, будем продолжать. У меня есть решение, но я его скажу в конце. Окей, замечательно, мы подождем до конца. Хорошо, мы на этом заканчиваем. У меня тоже куча вопросов осталось. Честное слово, Эмиль, вы не один, я вас уверяю. Нет, я понимаю, это не то, что… Рассказывать не значит, что у меня нет вопроса. Окей, ну хорошо, мы отпустим Мейера. Мы поговорили, продвинулись. Для кого-то Дикаон, то есть как бы… Что такое Дикаон? Дикаон – это… А, Депрессуха, правильно ты сказал. Для кого-то это по-другому. Окей, будем изучать дальше. Мейер, дорогой, спасибо огромное. Всем счастливо. Пока. Мы надеемся, что у тебя будет супер-дупер интернет. Субтитры сделал DimaTorzok